Мазур Алик Анатольевич Уважаемые товарищи, по вопросу ход и перспективы развития забастовочной борьбы поручено выступить мне Мазур Алик Анатольевич, научный руководитель Невиномырского института экономики и управления права, доктор экономических наук. Забастовка является действенным методом, который понуждает капиталиста и его нанятых им управленцев Идти на определенные шаги, которые выгодны рабочим Рабочим и всему трудовому коллективу, коренные интересы которых совпадают с рабочим Это общеизвестно Но в то же время, например, сейчас в российской прессе, в статистике Если посмотреть статистику забастовок, то она близка к нулю Либо вообще это исчезает просто из статистических сборников, из Госкомстата Сборников и информации просто игнорируют Создается впечатление, если так обывательским взглядом посмотреть вокруг Создается впечатление, что забастовок нет Это не соответствует такое заявление или такое видение Не соответствует действительности Каждый месяц, не только сейчас Каждый месяц в России То, что не в России, понятно, да? Мы видим, что во Франции, по телевизору это показывают В других странах, но именно в России происходят забастовки Большая их часть По несколько забастовок в месяц Они, большая часть из них не оформлена В виде забастовок Хотя конституционное право есть на забастовку Это совершенно нормальное право Которое позволяет продавцу рабочей силы Каковым является работник Выставлять условия по продаже своей рабочей силы Многим не нравится термин продажа рабочей силы Но это по подтвержденной наукой Великим Карлом Марксом В первую очередь в капитале Четко показано, что рабочая сила Это товар И этим отличается капитализм от предыдущих формаций И товаром становится рабочей силы Этот товар продается Продается не человек, а продается его способность кружу И вот когда идет торг Вокруг цены рабочей силы Выставлять условия Имеет право оба контрагента То есть тот, кто нанимает И тот, кто продает Предлагает рабочую силу Формально, с точки зрения бужуазного права Равноправный Равноправный Ну мы знаем, как это равноправие реально реализуется Без того, чтобы это требование не было подкреплено Требования серьезные, коренные Не были подкреплены забастовкой Это не получается Итак, в России каждый месяц А возможно и каждую неделю Это информация распространяется довольно тяжело Об этом сейчас при помощи интернета Легче стало несколько выявлять эту информацию Проводится забастовки Ну например Например Мы знаем все о том, что строители космодрома Восточный Уже неоднократно бастовали О голодовке я сейчас не говорю Голодовка другая форма Они может и рады были бы, что рабочие голодали Ну поголодали Ну не хотите Ну зарплату можно снизить Голодаете, вам не нужно на еду Пожалуйста, голодайте дальше Ну я иронизирую Но голодовка и забастовка отличаются здорово, конечно Ростовские шахтеры Мы знаем тоже Донбасс российский Рабочие Керченского завода Стрелок Интересный очень случай Ситуация интересная Это первая забастовка российского Крыма Забастовка закончилась успехом Бастовали практически две недели И Принято решение При помощи власти То есть привлекли в этом смысле власть Обеспокоилась Посредством в том числе С помощью Переговоров С помощью администрации города Керчи Заработная плата Да, заключили коллективно Начали с того, что заработная плата не выплачивается А большинство забастовок Именно 90 с чем-то процентов Это именно за то, что заработная плата не выплачивается Какое-то время Месяц, другой Вот именно из этого До пяти месяцев я находил информацию До пяти месяцев Керпят А потом бастовали Какое великое терпение Так вот На заводе Керченском заводе стрелок В простонародье В Керчи называют стрелка Завод Бастовали две недели И Результат Новый коллективный договор Увеличение заработной платы на 50% Всем У кого заработная плата ниже 40 тысяч А у них заработная плата была гораздо У большинства гораздо ниже 40 тысяч Ну понятно, чтобы не затронуть Видно руководство Те, кто больше 40 тысяч получают Это успех Это конечно успех То есть эйфория такая вот От того, что Крым наш Видно Проходит просто Очень напряженно Вот Вот есть определенные результаты Мы все довольны Я думаю Вести это исключение Что Крым наш Это естественно Это хорошо Это правильно Но это не значит, что Теперь все проблемы будут решены И счастье наступило И солнце взошло Скажем Навсегда Над Крымом Проблемы есть И они должны быть разрешены А проблемы, как известно Это форма выражения противоречия Противоречия Разрешаются Когда обостряются Тамбовские и Калининградские строители Бастовали Рабочие Ижевского Несколько рыбачьего завода Тамбовского порохового завода Ижевского Краностроительного завода И многие 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 другие Это все Что касается Невыплаты Заработной платы Что касается Невыплаты Заработной платы Но не только Невыплата Заработной платы Мы знаем Это классикой Уже стало Авиадиспетчеры И докеры Не буду на этом останавливаться Но в то же время И Итальянская забастовка Работа по правилам Водители Белаза Машины такие маленькие Миниатюрные 100 тонн возят В разное количество Много Возят Стали работать по правилам Крановщики Краны соответствующие Белаза Разные Тоже Стали работать по правилам Выработка уменьшилась Значительно Примерно на 25-30% Уменьшилась выработка Тоже Очень хорошо зацепило Идут споры Еще не закончилась ситуация Но в то же время Идет Скорее все К тому Что будет Не просто Проиндестирована Заработная плата Увеличена Реальная Заработная плата По крайней мере Сохранят Те Премии Которые Были И я думаю Что и нарастят На Новоорловском Гойке На Дальнем Востоке Ситуация другая Заработная плата 12 тысяч Была до 20 Ввиду того Что это Вольфрамовое Производство Вернее Обогащение Вольфрам Да Обогащаю труду С целью Потом Добычи Вольфрама Из нее Очень Видна Устаревшая Техника И Тоже Выделили в отдельную Дочку Эту организацию И посадили На так называемый Позрасчет То, что в советское время Называли И показатели упали Норму выработки Со 120 До 150 Тон Вольфрама Ну Обогащенные Руды Для Вольфрама Увеличили В месяц А за невыполнение Прикрываются Минеральные Уменьшились Минеральные Дикие Доходы Увеличение Доходов Выручки В рублях А причем Что их По сути Не ввели Наши государства Не отреагировали Адекватным образом И не ввели Таможенные Пошлины Вывозные Сейчас никто Не мешает Это сделать На ВТО Наплевали уже И правильно сделали Вот эти все санкции Это по сути Порушило во многом ВТО В котором мы вроде Находимся Не совсем К сожалению Но порушило Пошлины Таможенные Не ввели Вывозные Следовательно Где деньги Деньги Тоже там же Где товар Как увезли Деньги В основном Не возвращают Возвращают Только те деньги Которые нужны Для выплаты Заработной платы И для других Нуж За газ Заплатить Например на азоте То есть о чем Это говорит Все что Рабочие Своими забастовками Другими коллективными Действиями Добудут Это остается В стране Это работает На страну В этом смысле Рабочие выступают Как самые большие Патриоты Те кто бастует Потому что Все что остается В стране Но работает На России Если Это Не оставлено В стране Это обязательно Будет наш капитализм Таков Что обязательно Работает насос Вывод Средств В общем Не просто деньги Деньги Это ладно Это рекомендачная Вывод реальных Материальных ресурсов За рубеж Вот в чем проблема И когда говорят Что денег нет Но там вы держитесь То это конечно Не серьезно С политико-экономической Точкой зрения Абсолютно У нас огромные ресурсы Каждый год Начиная с 92 года Выводится Примерно по 100 миллиардов Ресурсов На 100-120 миллиардов Долларов в год Причем Этот конвейер Работает бесперебойно Вне зависимости Кризис Подъем И так далее То есть На самом деле Все что добудет Рабочий класс Для себя Он добудет Это для страны Вот То есть У нас Рабочий класс Он всегда так Он гораздо более Патриотичен Хотя мы Интернационалисты Нежели Буржуазия Которая Космополитична А не И готова В любом месте Жить Где им хорошо Вот То есть Вот Качканарский Новоорловский ГОК Вот это Примеры Когда Не Без Не выплаты Заработной платы Забастовки Вот Например Без забастовки Вот такое Небольшое предприятие Специально для примера Привел Суровикинский Элеватор Волгоградской области Они спокойно В рамках так называемого Официального профсоюза Некоторые ругают Здесь официальный профсоюз Они разные бывают Например Волгоград Волгограде были недавно Ну как недавно Несколько лет тому назад К сожалению Их не видно Но вот они Так называемого Официального профсоюза Ну посмотрите Как они подняли борьбу Конечно нелегко А почему Вот Невиномыски В других местах Вот так Подавляют Через несколько лет Потому что Нет еще пока массовости Пока нет массовости То есть Есть эпизодические И там подавили Там подавили Когда это Будет по всей стране Тогда Это соответственно И Подавлять не станут Привыкнут Потому что Да Забастовка Совершенно нормальная Конституционное право Реализация его И заработные платы Будут действительно расти Потому что Сейчас Например Заработные платы Они Без пересчетов Доллары невысокие У большинства А если пересчитать Сейчас доллары Так она вообще Уже Представляет Очень Маленькую сумму Вот То есть Я Цель ставил Перед Своим Докладом Не столько Научно Обосновать Необходимость Забастовки Это понятно Очевидно Сколько Привести Примеры Того Что Забастовки Есть Если вы Полчаса Потратите В интернете На то Чтобы Поискать Информацию Забастовки В России Вы обязательно Ее найдете Забастовки Большая часть Это 90 Примерно Процентов Это в основном Из-за невыплаты Заработной платы Но некоторые Перерастают В коллективные договоры В этом смысле Прогрессивный Прогрессивный коллективный договор Когда 50% Заработную плату Поднимают Это больше Чем уровень инфляции Даже Неофициальный Вот И Забастовка Это То Что Чем Это Основной инструмент Которому Подкрепляется Требование 60-часового Рабочего Дня При 30-часовой Рабочей неделе Не забываем Это говорить Потому что То 7 дней Заставить Работать Да При 30-часовой Рабочей неделе При увеличении Заработной платы До Уровня Денежного содержания Стоимости Рабочей силы И для Улучшения условий Труда Критерием Которого Является Неухучение Здоровья Работника То есть То есть нормальные Условия труда Когда Не ухудшается Из-за Условия Труда Здоровье И состояние И физическое И соматическое И психическое Здоровье Работников Тогда это Нормальные Условия Труда Вот Основное Что я Хотел Сказать Готов Ответить На вопросы Участвовать В нашем Обсуждении У меня вопрос Вот такого Плата Как вы отплатите К тому Чтобы Вот Предельная Оплата Труда Выплачила Заработную Плату Через Неделю Это Это Не совсем По теме Не совсем По теме Моего доклада Почему Как раз О забастовках О том Чтобы Не было Такого Разрыва Бастовать За то Чтобы Раз в неделю Платили У нас Сейчас По закону Выплата Должна быть Не менее Двух раз В месяц Никто Не запрещает Работодателю Платить Каждый день Некоторые Работатели Так и делают Посмотрите И кстати Не всегда Это хорошо Вернее Это может И хорошо Но не всегда Это сопровождается Законным Законным Оформлением Поработал На рынке Кто-то Зарина Получи Я думаю Что это Не самое важное В неделю Получать Или Два раза Два раза В месяц Главное Сколько Получать Вот это Важно А раз В неделю Это Ну 15 дней От этих Ничего Плохого Нет Я не вижу Здесь Какой-то Проблемы Прямо скажем Весь Запад Работает Через неделю Вопрос У меня вопрос Такого плана В принципе Формы Самой Забастовки Ведь Фактически Сейчас Есть Государь Разрешающие Формы Забастовки Вот Какие Действованные Для Рабочего Каз Ну Я Прямо Скажу Лично Мне не довелось Участвовать Я Просто Не получалось Дойти В тот Профсоюзе Которому Я Содействовал На Невином Азоте Другие Профсоюзы До Уровня Забастовки Не доходили Решали Ляд Проблем До Забастовки То есть Я Полагаю Что Забастовку Это Угроза Забастовки Раз Угроза Забастовки Это Реальная Угроза Забастовки Которая Просто Высказана Но И Проявлены Действия Подготовки Забастовки А Уже Часто Этого Достаточно Для того Чтобы Привести Работодателя Надлежащее Состояние Для Переговор И Достигают Это Первое Второе Оформление Самой Официальной Забастовки Такой опыт Есть В частности У Блокеров А Ведиспитчеры Это Не делали Не имели Права Поставать И То Что Я Примеры Приводил Во всех Этих Примерах Ни в одном Случае Не было Официальной Забастовки Вот Сейчас Например Да Я Извиняюсь Хотел Добавить Еще Сейчас Забастовки Идут Угольный Разрез Приморский Край Лучегорск Нижневартовск Строительно Промышленный Комбинат Тамбовские Строительные Компании Все Идут По Факту По Факту Без Подготовки Без Подготовки Например На заводе Стрелок Керченском Производство Стрелок Принято решение Когда переговоры Начались Что никого Не Преследуют Признают Что они действовали Законно Все работники Которые на работу Не выходили На самом деле Это вопрос Воли Стороны Бастующей На Ульяновском Заводе Забастовка Была В 15 Году На заводе Где производят Автомобили УАЗы Ульяновский Автомобильный Завод По факту Просто Часть Часть Из 3000 Человек 800 Примерно Не стали Работать На конвейер Вот какой-то день 17 Не помню Какого числа Это первый день Было Ну естественно Сорвали работу На конвейере Понятно Там если Несколько процентов Не работает Этого достаточно Чтобы конвейер Остановился На следующий день Профсоюзная конференция В рабочее время Не работают И постепенно Пришли Они предотвратили По сути Этими действиями Предотвратили Сокращение Которое Вы понимаете 14-15 Год Это Сокращение Продаж Автомобилей В стране Предотвратили Сокращение Которое Готовилось И начальство Стало Говорить А мы никого Не хотели Увольнять Все Все Мы никого Не увольняем Все Спокойно То есть На самом деле Явочным порядком Явочным порядком И Ну пока Власть Под всем Тим Кучием Которых Пока Не применяли Именно Власть То что То что Работодатель Правильно Говорить Не работодатель Конечно Наниматель Работодатель На самом деле Вы Рабочий Является Работодателем Работу Скажем Наниматели Наниматели Пытаются Предпринимать Действия Выявляют Активистов Пытаются Выговоры Увольнения Но это Вам всем известно Тут ничего Ничего нового Нет Я думаю На этом Не стоит Даже останавливаться Потому что Это все Понятно Риск Есть Естественно Со стороны Забастовщиков Но люди Не потому Что им Хорошо живется Потому что Они Решили Улучшить Своё положение Или по крайней мере Не ухудшить Его Кроме того Работа по правилам Показывает Свою эффективность Несколько Забастовок В частности Забастовка На Качканарском Она именно Таким образом И проводилась Работа по правилам Просто На Белазах Стали ездить С той скоростью Которая предусмотрена Инструкцией А там же опасно Карьер Это огромный Карьер Это Такая В нашей Земле Такая дырка Пыличная Белаза Циклопических размеров Просто Кравновщики Стали грузить Столько Сколько Положено А попробуйте По этому поводу Здесь очень Главное Солидарность Чтобы Именно была Консолидация Солидарность И организованность Если это делают Каждый Ну невозможно Привлечь С юридической точки Дрениров Невозможно Привлечь За что Ситуация По врачам Московским Которые Начали работать По правилам В поликлиниках Ну понятно Не все Это поддерживают Там много Пиара было Конечно Вокруг этого Но Ситуация Какая С ними Пошли на переговоры В какой-то мере Там вроде Закончилось Тем Чем хотело Начальство Но Пошли на переговоры И попросили Перестать работать По правилу Представляете Себе То есть Цель переговоров Со стороны Начальства Перестаньте работать По инструкции Которую мы же Сами вами Подписали Я вам подписал Инструкцию А тебе говорю Работаешь по инструкции Ну Заканчивай Работать по инструкции Давай работай Как надо То есть Они поставили Себя Совершенно Имеется ввиду Начальство Поставилось Совершенно Глупое положение Когда просила Врачей Нарушать инструкции Которые они Сами Сами И Подписали И Заверили То есть Итальянское Так называемое То есть Работа по правилам Говорить Работа по правилам Вот это все Формы Различные формы Забастовок Что здесь В сути Это то что Значительная часть Коллектива Этим занята То есть Скоординировано Работает И здесь Очень важно Чтобы не оказалось Слабого звена И Не отпало Слабое Звено Самое слабое звено Как правило Оказывается Руководство Забастовки Потому что Вот Они Поэтому Должны быть Сменяемы Не должен быть Один человек Кто это делает Должна быть Группа лиц Должен заменяться Тот кто ходит К начальству Часто переговаривается Он постепенно Опыляется Идеологически Иногда Материально Это Мы проходили На Невиномысском Азоте Одного за другим Опылили Один Только По сути Двое Остались В порядочной Позиции Из руководителей А трое Практически Ну Не хочу Об этом Так скажем Рассказывать В подробностях Ну В какой-то мере Да В какой-то мере Да То есть На самом деле Должна быть Группа Актива Которая Один заменяет Легко другого Когда видят Такую консолидацию Очень сложно Кого-то Вытащить Его Решение Чтобы он принял Решение Например О прекращении Забастовки Нельзя давать Полномочия Одному человеку Это должны быть Коллегиальные органы Из ответственных Людей Желательно Не освобожденных От работы Имеется ввиду Не освобожденных Профсоюзных активистов Они должны Выполнять Лишь Функции Секретарские И так далее Бумажку отнести А решения Как у нас На комитете Российском комитете Рабочие Принимают решения Только рабочие Мы можем Что угодно Говорить Рассказывать Убеждать Но принимайте решения Вы Вам не понравилось Что мы говорим Не оказались Мы убедительны Но принимите решения Которые считаете Нужным Оказались убедительны Значит Согласились с нами Не более того То есть так должно быть И во время забастовок Рабить это решение Очень сложно Борьба всегда Есть Сложно Борьба Это Ну либо успех А другой выход Какой Другой выход Это просто Заработная плата 20 долларов В месяц До этого доведут Нижнего уровня Кстати говоря Нет в этом смысле То есть Уровень выживания Просто-напросто Умирание Но это не уровень Для российского Рабочего Я прошу Расскажите пожалуйста Немножко О том Как признается Забастовка незаконной Чаще всего Это происходит И как с этим Да Про незаконную забастовку И вообще Может ли она законна Нет Законной забастовки Конечно Могут быть Я говорю Я здесь не практик Поэтому я здесь Могу только Лишь с теоретической точки зрения Я думаю Надеюсь Что в выступлениях Товарищи поделятся Опытом Которые Сами прошли Которые знают У кого-то узнали Услышали Вот На самом деле Это все признает Незаконным Должно быть признано Соответствующим органам Это естественно Судок признан Да Но если Признают Судом Незаконной Любая Любая Потому что готов Уважаемые товарищи Самое главное Не в этом Если мы будем Сейчас играть По правилам В забастовке По правилам Буржуазного законодательства Большей частью Это будет Проиграно Имеется ввиду Вот Они начнут указывать Вы незаконные И так далее Остановитесь На самом деле Законно Можно оформлять И нужно оформлять Идти на процесс Оформления Не надо этого Избегать Но надо ждать Что этот процесс Будет длительным И возможно Неуспешным Возможно Неуспешным Но Если будет Суть в чем Если Будет проявлена Консолидация Бастующих Очень трудно Будет привлечь К ответственности А может быть Даже невозможно Гораздо Да Привожу Привожу Пример В Корее Завод Хёнде Заводы Хёнде Сеть заводов Мне довелось Побывать На одном Из таких Заводов В Южной Корее Они работали Они сейчас Работают По 10 часов Плюс Еще Два часа Это Пришли Ушли На отдых На питание 10 часов Физической работы На конвейере Две смены В сутки Круглосуточный режим Заработная плата 22 доллара В час Это выше Чем На аналогичных Заводах В Соединенных Штатах Там 19 Долларов В час И выше Чем В Китае Там 6 долларов В час И тем не менее Заводы Эти Коллективы Рабочие коллективы Заводов Регулярно Бастуют И вот В 16 Готове Сейчас летом Было Несколько этапов Забастовок Они Останавливали Конвейер Неоднократно Рабочие Останавливали Конвейер Нанесли Убыток По разным Оценкам От Миллиарда До двух Миллиардов За это время К своему Капиталисту Несмотря на то Что высокая Заработная Плата Вот Насчет вопрос О кризисе Нет кризиса Никак Высокая Заработная Плата Они Добиваются Еще более Высокой Заработной Платой Еще более Высокой Заработной Платой Добились Того Что за 3 месяца Им Еще платят Премию Еще акции Там дают И так далее И так далее А самое Существенное Что они Добились Того Что будет Переходить На 8-часовые Смены Условия Труда Да Они не забывают Про заработную Плату Не забывают Хотя у них Самая высокая Они не забывают Про заработную Плату Они Сейчас 10 часов Это на износ И вот Когда я там был Сейчас они добиваются 8-часовых И это Похоже Будет успешно Когда я там был Мы проезжаем На микроавтобусе По территории Завода Я обращаю Внимание На группу людей Которые стоят За проходной Я говорю А что они там делают Я думал Люди Наниматься Приходят А Ну там Понятно Проинструктированная У нас Ведущая Она же Переводчица По-русски Говорила Она говорит Ну это Пикет Это Пикет Нет Нет Не Пикет Пикет Это Пикет Вот они Там То есть У них Постоянная Готовность К забастовке И благодаря Этому Они достигли Успеха Такого Заработной Платы Конечно Они эффективно Трудятся Производят Хорошие Машины Которые Продаются Но Они тем самым Заставляют Капиталистов И их Наемных Менеджеров Заставляют Внедрять Все новые Новые Технологии Тем самым Вытесняют Вроде бы Рабочих Из Производства Но с другой стороны С исторической точки Это неплохой Процесс Когда из тяжелого Труда Вытесняются Но Приобретают А сейчас важно Что Чтобы потом Из 8-часовой Смены Стала 4-часовая Смена 6-часовая 4-часовая И самом деле Это вполне возможно И В условиях Высокой Производства Труда Когда робототехнические Комплексы Уже собирают Производят Части Автомобилей И собирают Эти автомобили Вот это Пример того Как за рубежом При высокой Заработной плате Тем не менее Бастуют И добиваются Своих Коренных целей Вопрос А вот скажите Я так понял Все эти организации Они имеют Как они уж Называются Эти Коллективные договоры Нет Внутри Нет Профсоюзы Да Спасибо Они имеют профсоюзы Хорошо Как тогда Не во всех есть профсоюзы Ладно Как тогда быть Например Небольшим Организациям Ну Возьмем там Хлебпекарню Да Какую-то Небольшую Которая Недовольна Зарплатой Недовольна Очень многим Еще Как быть им В этой ситуации Когда на самом деле Они ни во что Ни в какую надежду Не верят И могут ли Они Так как я знаю Сейчас на данный момент Одну такую Организацию Которую Хочет И если Будет Какой-то Конкретный ответ То есть Какая-то Помощь То я им посоветую Обратиться Можно ли Будет им Обратиться Партию Для того Чтобы Вы им Помогли Как-то Я понимаю Там не члены Они еще И может быть Не совсем Знают Но они На самом деле Маленькая Вы не сказали Насколько Маленькая Организация Если это Пекарги Где работают 5, 10, 15 Человек Шансов На забастовку У них Практически Нет Ну и Такие Вопросы Решаются Как правило Хозяин Хозяин В большинстве Случаев Может заменить Практически Весь состав За некоторое Время Он может Постоять себе Две недели Больших ущерба Для него Не будет И он Может заменить Весь состав Мы говорим Мы говорим О рабочем Классе Мы говорим О крупных Индустриальных Предприятиях Крупных Средних Производствах Которые И решают Все основные Вопросы В борьбе Рабочего Класса За свои Коренные интересы Малые Малые Предприятия Они в этом В отношении Являются Более того Малый бизнес Это Ничто иное Настоящий Планктон Это не офисный Планктон Настоящий Планктон Это малый Бизнес Для крупного Бизнеса И средний Бизнес Для крупного Бизнеса Это законы Капитализма Большая Акула Поедает Более мелкие Создания Большая Большая Акула Поедает Не только Мелкую Но и Среднюю Рубежку И в этом Отношении У малых Предприятий У малых Организаций Шансов Не так много Это зависит От личности Лидеров От личных Отношений Между Людьми От волевых Качеств Это везде Зависит Но здесь Очень зависит От волевых Качеств Потенциального Лидера И от Уступчивости Хозяина Может хозяин Сам пойдет На это Довольно Спокойно А может Он Извините Доведет Дело До Рукоприкладства Тут Ситуация Закономерности Здесь особых Нет Закономерности Они на Больших Крупных Производ Там 50 человек 50 человек Это малый Это малый Так честно Говорят Малый бизнес Это малое предприятие Ну 50 человек Какие-то Возможные шансы Есть Тоже зависит От консолидированности Людей Если это 2-3 человека Это одно Если это 10-15 Которые действительно Будут стоять Крепко У них есть Все шансы Потому что Это уже коллектив Это не 2-3-4 человека Которые там Смену работают А они друг друга Другие Другие смены Не видят Поэтому Трудно сказать Я по крайней мере По нашему городу По других городам Забастовок На таких маленьких Предприятиях Не слышал Может они есть Я просто не знаю Так вопрос-то До конца Вы не ответили Помочь-то Винентально повездисты Винентально порядке И что тут На всю страну Об этом говорить Всегда Никто не откажет Никто не откажет Никогда Уважаемые товарищи У нас по рекламе Тут перерыв Заглавляем работу Через 10-10 Мы заправляем работу Российского комитета Рабочих Кто желает выступить Значит по вопросу Вот перспективы Поделиться Своим опытом В развитии Забастовочной борьбы Прошу участвовать Забастовка по закону Фактически Из тех Забастовок Который я знаю Который я проходил Фактически 80% Признано Незаконно Но они были проведены И выиграли А по закону В основном проиграли Не всегда Там по разному Вот у вас Докеров очень отлично Потому что Вы зацепили Самое такое больное место Никуда не денешься Да А у других Нет такого больного места Представляешь Представляете Завод Обычный завод Вот приходят И выплачивают Зарплату Месяц Другой Что делать Подходят ко мне Товарищи И говорят Ну я тогда Это 1994 год Пару билетов не бросил Был коммунистом Все побросали А один остался Я не об этом Я просто Подошли И сказали Прекрасно 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 Помоги Помоги Все за вас Ну вы готовы Вот ребята Сами побежали По цехам Предупредили Мы на следующее утро Собрали Почти весь завод Проходной Внутри Вот никуда Не ушли Проходную Мы прошли Все Здесь На площади Встали И заявили Что мы Работать не приступаем Пока Не придет руководство Не объяснит Почему задержки По заработной плате И так далее Представляете Тут же Прибегает сверху Вы знаете Директор заболел А мы смотрим Там Откосчик отодвинул Вот там Рядом Здание Он смотрит Ну видно Что он Доходился Короче Начали бунтовать Нас уговаривали Так и всяк Не соглашались Вышел Замдиректор И говорит Ну давайте Давайте Вот несколько человек Один, два, три И пойдемте Будем разговаривать Я говорю Нет Я говорю Так не пойдет Вот давайте Цех Берем Сейчас Ну тогда Холодно было уже Давайте В цех Приходим И там Будем решать Собрали цехи Значит Выбрали выборочных Десять человек И сказали Вот здесь человек Будут здесь Совещаться с вами А народ Будет ждать Пока мы Не решим вопрос И вот мы Пошли Задавали вопросы Решали вопросы Замдиректору Фактически За час Мы решили вопросы Вот Вышли товарищем Объявили Что вот такие вопросы Обещано Там В недельный срок Все Зарплату нам вернуть Представляете Это 1994 год По сее время Ни разу Ни разу Не было задержки Заработной платы То есть Ну как бы научили Это я вот Ну небольшой пример И второй пример И второй пример Удивительный тоже Я тогда работал Охранником Еще работал На заводе После 1993 года Развал В промышленности Фактически Она стояла Ну и приходилось Подрабатывать Я работал На улице Шверникова В общежитии МГУ Охраняли там Ну студентов Два больших здания 16 этажных башни И вот Пришла другая фирма И нас угромяет И говорят Все ребята А денег нам не хватит Мы что сделали Мы провели забастовку Взяли Остановили Закрыли двери И все Сказали Никого не выпускать Не пускать не будем Через полчаса Прибежал Значит Директор этого общежития Башни Сказал Ребята Под мою Значит Ответственность Завтра вам все деньги выплатят И действительно Выплатили Вот Но В основном Конечно Товарищи Все решает коллектив Вот Без коллектива Ничего не сделаешь Вот пройти Чтобы до каждого Пройти У меня была И неудачная забастовка В 98 году Я уже говорил Тут Вот когда понизили Заработную плату Сделали 1000 А премию 9000 Вот в этот момент Я пытался Поднять завод На забастовку То есть Каждому Каждый цех Прошел Листовочки Отдал Показал Что из себя Дальше их ожидает Вот Это было до нового года После нового года Каникулы Как известно 10 дней А первый день Рабочий Я работал Ну сдавал экзамены По повышению квалификации Не было у меня на заводе За этот день Прогнали весь завод Через отдел И все подписали Вот как работает Это неудачная К сожалению Забастовка Которая не совершилась В итоге Пришли ко мне Я прихожу На следующий день На работу Три человека Свидетелей Руководство И говорят Подписывать будешь Или нет Ну Новая оплата труда Переход А я понимал Что если я соглашусь Подпишу Переход на новую оплата труда Я значит И себя Ну сам продам Всех призывал Завод не переходить А сам Значит подпишу Я не подписал И меня Уволили Завод Ну вот тоже Негативный Такой опыт Тоже есть Понимаете Вроде бы Дошел до всех Но вот Упустили моменты Они пропустили всех Каждого Вызывали В один Вот приблизительно Маленький опыт Уважаемые товарищи Сейчас в связи С этими репликами Вспомнил один случай Который со мной Произошел Это В 2013 В 2013 году Я работал Подмосковных Люберцах На стройке Строили мы Склады для хранения Для хранения Не знаю точно Но Суть такова Была Мы укладывали Сэндвич-панели Может быть Знаете Кто туда Что это такое И у нас Прораб был Работали мы Неофициально Даже без договоров То есть Жили там Вагончиков И у нас Прораб был С Мордовии Виталя Зовут его Ну такой Он на вид Не очень приятный Человек И как оказалось Жизнь Он таким же Оказался Значит Суть истории Такова Что нам Перестали выдавать Деньги Изначально Нам выдавали По требованию То есть Договаривались Мы два раза В месяц Потом Стало тяжко Надо было Что-то кушать Мыться Было Особо негде Мы Собрались Попросили Выдавать По требованию Работал У нас Порядка 40 человек Вот Ну Выдавали Выдавали Сначала По требованию Много Не требовали Тысячу Полторы За 5 дней Ну Что Покушать Соответственно Где-то Что-то Где-то На проезд Потом Получилось Так Что Вторую Неделю Он нам Не отдавал Деньги Говорил Что Нету Вот Должны Перевести Вот Должны Отдать Собрать Я Сам Сульяновска Со мной Еще один Товарищ Работал Мы И Ну Мы с ним Сели Я говорю Артем Ну Что-то Не так Видимо Нас Кинуть Тут Хотят Вот Поговорили с ребятами Там С различных городов Практически Со всей России Работали с нами И специалисты И мужики Тоже И у мужиков Семьи При меня Были случаи Что Звонили Мужики Домой Там С ними Уже Жены Начали Ругаться Не веря им Что Денег Не дают Потому что Поначалу Выдавали Потом По требованию Выдавали А потом Перестали И Жены Уже Начали Говорить Там То Что Ты Бухаешь Ты Пропиваешь Деньги То есть Ты Домой Не Приносишь Знаем Мы Вашу Жизнь Вагончиках Все Такое После Чего Мы С Ребятами Я Помню Как раз У нас Был обеденный Перерыв Это Уже Прошло Третья Неделя Но Деваться Было Некуда Увольняться Тоже Не Было Смысла Потому что Во-первых Сейчас Уволишься Потом Тебе Навряд ли Что-то Отдадут А тут Хоть Какая Еще Надежды Имел Мы С Ребятами Договорились Там Пошли Мы С Артемом Поговорили Со Взрослыми Мужиками Ну Которые Уже Там Более Специалисты Мы Это Так На Подхвате Были Сказали Им Что Давайте Вытаскивать Виталя Вот Сейчас Либо Сейчас В обед Костров Круг Либо Вечером Он Приезжал Три раза В день Утром В обед Вечер Либо Давайте Его То есть Вечером Вытащим И Какие-то Поставим Жесткие Ему Условия То есть Условия Абсолютно Обговаривались Различные Сплошь До того Что Ну Сами Понимаете Кровь Закипает Там То есть Люди Приехали В чужой Город Вообще Ничего Не знают Ничего Нет Тут Еще Такая Оплошность Деньгами Мысли У всех Разные Были Ну И Не Очень Как Приятные Если Он Знал То О чем Мы Разговаривали Для него В общем Получилось Так Что Вывели Мы Его Все Таки К вечеру Он Приехал Мы Вышли Правда Не все Пошли Кто Не пошел Кто Побоялся Того Что Его Уволят Вот Мы Подошли К нему Сказали Виталию Так И так Мы Уже Ждем Своих Денег Мы Понимаем Что Здесь Получается Как Какой Кидал Давай Как Этот вопрос Решать Или То есть Мы Забираем Сейчас Там Было Оборудование Причем Достаточно Хорошее Боршевское Немецкое Либо Мы Забираем Оборудование И потихоньку Его Начинаем Продавать Носить В ломбард Или еще Куда Потому Что У многих Здесь Семьи Многим Надо На что То Жить Так же И мы Несмотря На то Что Мы Молодые Мы Могли Быстро Перестроиться Мужики За 40 лет Были Которые Тоже В общем Получилось Так Что Виталя На следующий День Привез Нам Деньги За две Недели Мы Коллективно Это все Решили Это было На самом Деле Я вообще Думал Что Это Непостижимо Что В Москве Складывается Такое Впечатление По Многим Рассказам Негативным По всему Остальному Что Кидают Людей Несмотря Ни на Возраст Ни на что Мы Этого Проблемы Решили Мы Его Напугали Да Мы Его Напугали Мы Четкую Позицию Поставили Что Мы Сделаем Так И Сделаем Это В любом Случае Сегодня Ему Сказали Что Он Даже К нам Не Подберется Он Испугался 40 мужиков Голодных Стоит Куда Ты будешь Лезть Один И Желаю Всем Принимать Такие Коллективные Решения Пусть Они Нестандартные Не надо Долго Над Ними Думать И Гадать Чем Больше Мы Над Ними Сидим Гадаем Думаем Ломаем Голову Как Это Сделать Им Оно Сложнее Происходит Но Принимать Нужно Сразу Четко Резко И Проявлять Даже Агрессию Она В этом Деле Она Сопутствует Спасибо Выступить Да Выступить Важно Наш Здравствуйте Товарищ Чимик Павел Юрьевич Слесоремонтник Самарской Гресс Хотел Поделиться Тоже Своим Не очень Хорошим Опытом Запасновки Отчасти Я уже Начал Отсказывать Товарищам В общем Ситуация Прошла У меня На станции Значит За день До того Как Началась Работа Подошел Мастер К нам К работникам И сказал Ребята Завтра Будет Криминал Так И сказал Криминальная Работа Работа На высоте Что запрещено У нас То есть На работе На высоте Там дополнительно Нужно быть Разрешение Его у нас Нету Значит Работа С Инструментом Который Негоден И работа На лесах Которые Тоже Уже Не прошли Поверку Вот Ну Я Это Как бы Ночью Я думал Об этом О всем Как Что Все это Сделать Так Чтоб Это не пошло В общем Решился Значит С утра Подхожу К рабочим Говорю Ребята Давайте Коллективно Откажемся Потому что Ну Своим здоровьем Ни в коем случае Нельзя Ну Они что-то Замешкались Замешкались В общем Я начал Тут уже Разговаривать С мастером Нашел Мастер Готовьтесь К работе Я говорю Так И так В общем Давай Сходить С тобой Так Сначала Пошел На встречу То есть Мы с ним Общались С этим Мастером Потом У меня Разрелась Все сомнения О том Что Можно С ними Общаться Я пошел Так Давай Договоримся Работа На высоте Работа Опасная Каждому Хотя бы День Отгуру Он Сразу Взъелся Говорит Ты Тут Со мной Не договаривайся Ты Обязан Выполнять Эту Работу Я Отказался Я Эту Работу Выполнять Не буду Потому Что Она Может Далить Моему Здоровье К сожалению Рабочие Не Отказались И Там Было Два Рабочих Цеха С Химического И Еще Один Сварщик В общем Сварщиком Я тоже Отдельно Разговаривал И Говорил Леха Давай Тоже Откажись Он Не Захотел Ну Мне Проще Часов Поработать Вот Так Но Потом Меня Отпустят В общем Проблематика В чем Проблематика В том Что Рабочие Они Сами Немножко Не Понимают Эту Грань Где Жизнь Уже И Безопасность А Где Можно Пускай Я поработаю Спину Понадрываю Но Потом У меня Свободный День Пол Дня То Это Тоже Я считаю Нужно Обучим Объяснить Потому Что Жизнь И Здоровье Нам Никто Никогда Не Заменит Спасибо Ну Здесь Шумаков Анатолий Петрович Член Бывшей Модельщик Завода Ивтикмаш Ивановского Машиностроения Член Ивановского Союза Рабочих И Представитель Российского Комитета Рабочих В Ивановской Области Здесь Начали Вспоминать Вот эти 90-е Года Где Помните По Телевидению Российскому Иваново Стали Упорекать Чуть ли Не В революции Когда 12 тысяч Меланжистов Когда Автокрановцы Выходили Когда Вот этот Развал Начался И Об этом Ходе Мы Конечно Могли бы Как-то Хвалиться Рабочий Совет У нас Был Создан Ивановский Союз Рабочих В апреле 92-го Года И мы Как могли Помогали Всему этому Забастовочному Движению И В этом Плане В этом Плане Пикетировали И Правительство Мы Стояли На Катурино Палаточным Городом Целый Месяц Наверное Да Сельхоз Хозяйство Из Одного Колхоза Картошку Нам Привозило Палатки Мы Поставили Вот Моя Личная Палатка Штабная Так И 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 Наверное Такая Борьба К Нам В знак Солидарности Поддерживали Нас Вот В этой Борьбе В частности Я На заводе И В Текмах Добился Через Правком И По телевидению Выступал О том Что значит Солидарны Мы С этими Предприятиями Где Вот Этот Развал Развал В Ивановской Области Начался Раньше Чем По Стране Текстильное Текстильщик И Текстильное Машиностроение Забастовка Была На Стром Машине В Кохме И Вопрос Заключается В том Что значит Вот Вывод Примерно Такой Что Пока Большие Коллективы Да То С ними Как-то Исчитались И Облсов Про Вот Анатолий Никанорович Сиди Да Тогда Был Председателем Волков И Мы Со всех Заводов В знак Солидарности Выходили И Вот Эти Лавочники Лавочники Когда Мы шли По Проспекту Ленина Да Они Думали Ну Вот Прямо Такая Голодная Братья Они Закрывали Все Эти Лавки Что Мы Вроде Начнем Тут Их Разбивать Все Это Провели Организованно Как Таковы Вот Примерно У Такой Но Сейчас Увы Извините Из 12 тысяч Когда я Вот Говорил Что Вроде Как-то 6 тысяч На Меланджевом Меня Вот Корреспонденты Из Барса Попровалили Говорит 12 тысяч Было В автокранах А сейчас Вот Практически Ну Какие Коллективы Вот Анатолий Никонорович Может Добавить Да Сейчас Вот Пытался Пытался Автокран Значит Заключить Инвесторов Найти через Военную Организацию Старт Те его Бросили Сейчас Они работают Три дня В неделю Да Остальные Два дня Где-то Кто-то На подхвате Где как Находит работу С забастовочным Комитетом Там сложно Нас Рабочий Совет Упрекает Что мы Только Вроде Бузить Что Забастовка Хотя Ему Вот Говорит Что Забастовка Не ружье А в цель Бьет И вот Председатель Правкома Которая Была Вышла Председателем Правкома Из забастовочного Движения На автокране Она Как-то Снизила Все свои Позиции И вот Защищает Остатки Коллектива Где-то В инспекции В прокуратуре В суде Вот Примерно У нас Ход А вы Вот Из всего Этого Вот Сейчас Что Во всех Этих Мелких Заводах Мелких Организаций Которые Разваливают С забастовкой Настолько Сложно Что Практически Невозможно И вот Развитие Это Производство Да Я все Время Настаивал Здесь О том Что Значит Производство Сохранение Производства Развитие Производства И Это База Как Таковая Для Всей Страны И Для Процветания Страны Но Этого Увы Не Происходит И В этом Сказывается Классовый Характер И Почему Я Говорю Что Значит Вот Это Мелкое Болжазное Производство Они Насаждают Среднее Мелкое И Растаскивают Все Рабочие Коллективы Для Того Чтобы Значит Сохранить Своё Влияние Среди Вот Какая-то Лесническая Вот Примерно Долучить Открыто Хозяин Чего Надежда Михайловна У меня опыт Запасовочной борьбы Одни сегодняшней И даже Учняшка К сожалению Значит Последняя Запасовка Которая Была На заводе Электромаш Это было В декабре 2012 года Потому что В марте 2013 Завод Электромаш Представляет Существование И его Убили Все-таки Вот Но Опыт Большой У нас Было Забастовывать Ну Не меньше Десяти Первый 93-й Год Апрель Месяц Апрель Ну да Апрель Вот Апрель Месяц Ну и Там Значит Вот Как говорится Если по закону То невозможно Значит Могу доложить Что Мы прошли Всю процедуру Полно От начала До конца Вот Константин Александрович На маршзаводе Прошел Всю процедуру От начала До конца И провел Забастовку Мы тоже Провели Забастовку И где-то Ну Это была череда Забастовок Где-то На пятой Шестой Нас Обвинили В незаконности Незаконно Забастовка Была по какому Воду Не выплаты А заработки Платы На нас Телегу Запрос Минюст Из Минюста Ответ Значит Так Попробую Ну дословно Нет Не вспомню сейчас Но смысл такой Значит Остановка работы Из-за Не выплаты Заработной Платы Не подпадает Под законодательство О коллективных Трудовых Спорах И забастовках Я растерялся Как так А Подо что А потом Расшифровали Нам Что Если в течение 15 дней Вам не выплатили Заработную Плату Ты вправе Остановить Работу Уведомив Об этом Руководителя Вот когда Цех написал Заявление Вот так Вот пачкой Положил Вот тебе И забастовка Забастовка Это что Это основка работы Баста Остановили Вот и все И Когда По заработной Плате Я говорю еще раз Нечего Оглядываться На это Законодательство Но Здесь поставлен Очень серьезный вопрос Я считаю правильный Значит В свое время Нашими товарищами Была Сформирована Такая выживка Из законодательства Называлась Азбука Забастовочной борьбы Помните Да В газете За рабочее дело Была опубликована Очень широко То есть Распространена Видимо Видимо Вот При рассмотрении Этого вопроса Есть необходимость Повторить Нечто такое То есть Вот такое Выживка Из законодательства Чтобы Так сказать Последовательность действий При организации Забастовки Чтобы людей Это было Видимо Да Это Есть в этом Необходимость Вот Кто Кто За это Возьмется Ну Наверное Фудорабочая Академика Куда Еще Пойдем С просьбой Ну Это в тех условиях Путин В современных условиях Ничего не мог сделать Путин Изменения А Путин что Бастовал что ли Нет Бастовал А чего он там Космодром Не получал зарплату Приехал Путин А Путин А Путин То тут при чем А Путин Начали разобраться А через месяц Опять не выплатят Вот Я тебе говорю Даже Путин Я и говорю Путин То тут при чем Даже Путин Он что Деньги выдает Да не выдает Вот деньги Он пришел Он пришел Рассказал сказку И ушел Вот и все Надо было Владимир Михайлович Направить Нет Нет Ребята Нет Давайте Мы стоим На классовых позициях Вот с этих позиций Оценивать То что происходит Понятно Путин Кто Кто Руководит Страной Путин Конечно Нет Господствующий Класс А Путин Это вот Пешка Ему говорят Иди сюда Он идет сюда Сюда он идет Все Все Он только Представитель В отдельном случае Может сделать шаг Нет Он может в ручном управлении Что-то сделать Что-то Но не более того Система изменительного состояния Воровали Воруют И воровать будут Потому что Это выгодно Правящим Господствующим Вот и все Напомни Сколько лет До 20-го года Он хотел Сколько рабочих мест Увеличить И все привали на него Значит Это не в этом Дело Не в этом Дело И премьер То же самое Говорит И буржуи То же самое Говорят К сожалению Я уже Говорил об этом Вот сейчас Скажу еще раз У нас руководят Предприятия Бухгалтера Которые Они даже Не экономисты Они узнают Разницу между Технологическим Сыглами И трудоемцами Они не понимают Этой разницы Но это К забастовке не относятся Юристы то у них хорошие Юристы хорошие К забастовке Это не относятся Так вот Почему сейчас трудно Организовать людей На забастовку Потому что Идет Такой мощный Идеологический Прессинг На рабочих Вообще На население Что На революции Исчерпали Значит Лемиды Что Страна Попала В такое положение Ну Дышать Нечем Ну Невозможно Поэтому Ребята Надо напрячься Противоречия По боку Вам говорят Делайте Вот Надо Девелировать Противоречия Церковь Пригласили На помощь Ну и так далее Это очень сложно Поэтому Вот здесь Прозвучало Даже Что Российский Комитет Рабочих Я категорически Против Я думал Ну ладно Приехали Представители Партии Ребята Объясняйте Рабочим Что Нет лимита На Революции Нет лимита Значит Что Не такая У нас Тяжелая Ситуация В стране Что Вот Лучше Не есть И не пить Что в страну Ставьте Работайте Работайте В коллективах Не работайте Ну что Я О чем Говорю Я о чем Говорю Что Водействие Рабочий Класс Воспитание Подготовка К забастовкам В том числе Идеологическая Борьба Ну раз Вы Дерали За эту Буш Тяните Вы представители Туроза В коллективах Да А не партии Забастовка Забастовка Готовится Задолго До остановки Маркин Я тоже Я тоже Говорю Чтобы они понимали Значит Игоршин Дмитрий Васильевич Знаешь его Первый Председатель Российский Первый Рабочий Ему в сухе Говорят Надоели его За свою Забастовку Попробовать Ты сколько раз Забастовал Не разу Че тебе надоело Ну и так далее С вашего позволения Я возьму Слово Калит Валентинов Саровской Генерирующей Компании Председатель Профсоюза Защиты Значит Вопрос Звучит Ход и перспектива Вот хотелось бы Больше Ну как бы Много уже сказано О самой Забастовочной Борьбе О ее формах Да И вот как раз Владимир Михайлович Говорил Значит Те ступени Которые ведут Действительно К забастовке К стачкам Во первых Хотелось бы Дополнить О забастовочном Фонде Да Это вот Хотелось бы сказать Просто ни разу Не прозвучало Что с собой Представляет Забастовочный Фонд Сам по себе Любая Профсоюзная Организация Она имеет Ну Будь то Небольшую Кассу Где то Крупнее Организации Большую Кассу И расходует Ее как бы На свои Нужды И Организация Живет на эти Средства Вот именно В предзабастовочном Состоянии Нужно Организовывать Значит Это забастовочный Фонд На случай В моем Понимании На случай Если все таки Забастовку Признают Незаконный Или недействительный Это будут Саккумулированы Те финансовые Средства Которые Может допустим Работник В ходе Проведенной Забастовки Потерять И Которые Будут Компенсироваться Из этих Средств Во вторых Из этих Средств Будут Опять же Выделены Средства На Осуществление Ряда Каких то Юридических Вопросов Ну и Всех Финансовых Вопросов Которые Могут С этим Значит Быть Связаны Да Какие Вопросы Могут Вообще Довести До Состояния Забастовки Вот у нас В коллективе Напрямую Скажу Что даже Разделяется Мнение Среди Работников Потому что Работаем На ТЭЦ Предприятие Обеспечивает Жизнедеятельность Города И института В целом Да И в мозгах У людей Уже Наверное Не то что С 90-х А вот С начала 2000-х Кто-то Внушил И даже Кто-то Пропустил ОКП Профсоюз В колл договор То что Если пока Колл договор Выполняется Вы ребята Забастовку Не применяете А раз А раз Это норма Прописана Коллективным Договором Но это На случай Того На случай Того Если Действительно Выполняется Норма Коллективного Договора Если же Норма Коллективного Договора Не Выполняется У нас Есть Шансы Повод И все Шансы Но К этому Нужно Тоже Быть Готовы И старший Товарищ У нас Есть И был И есть Товарищ Рузанов Он тоже Имел Опыт Создания Но Опыт Был Тоже Печальный Забастовка Все Таки Не Состоялась Но Значит Был Случай Когда Нам Зарплаты Не Индексировали И Хотелось Тоже Добить Справедливости Мы Значит Пришли К опытным Товарищам Говорим Ребят Мы Хотим Ну Хотите И все Хотят Хотелки Это Хотелки Организовывайтесь И добивайтесь Значит Пришлось Всем Тем Кто Хочет И Бороться За свои Права Вступать И Организовываться В организацию Профсоюзную Значит Что Может Побудить Вообще Профсоюзную Организацию К забастовочной Борьбе Вот Как мы уже Говорили Это и Зарплата Да Ну Казалось Бы Это может И действительно Один из самых Основных Аспектов Но Давайте Вспомним О других Моментах Это условия Труда Которые На сегодняшний День Значит С приходом Специальной Оценки Условий Труда Те Рабочие Места Которые Были Вредные Становятся Извините Это тоже Повод К Ведению Забастовочной Борьбы Да Потом Значит Вопросы Зародной Платы Я уже Сказал Да И даже Ведение Коллективных Переговоров Вот Мы еще Ни разу Об этом Не сказали Даже Тот Вопрос О борьбе За 6-часовой Рабочий День Захотели То есть Поддержали Мы То есть Коллектив Поддержал Эту идею И мы С этим Пунктом Пришли Значит Вносить Коллективный Договор Ну Как Уже Сегодня Было Это Озвучено Работодатель Не идет На это Считает Это Абсурдным Что Следующим Этапом Значит Начались Коллективные Переговоры Прошли Значит Раз Нет Никаких Успехов Да Сторона Работников Не сдается И не сдается Сторона Работодателя Идет Как бы Борьба Никто Не идет На уступку Компромисса Никакого Нет Значит Назначается Это Долгая Процедура Назначается Следующее Заседание Опять Нет Уступок Ни та Сторона Ни другая И В итоге Мы Доходим До Коллективно Трудового Спора Что Такое Коллективно Трудовой Спор Это Решение Вопрос С Привлечением Третьей Стороны Третья Сторона Может быть Ну По закону Разные Могут И У нас Вот Была практика Мы привлекали И Трудового Инспектора Но Как правило В нынешнее Время Это не очень Порядочные Люди Которые Как бы Идут На стороне Работодателя Еще Мы привлекали Значит Представителей Экономического Отдела Городской Администрации Который Даже Не согласился Написал нам целое письмо Ребята Я Говорит Не буду Присутствовать То есть И в итоге Ну Дошли мы до митинга Сделали митинг И Казалось бы Шли к тому Что можно было И провести И забастовку Но Народ Испугался Был запуган Работодателем Многих Лишили Премии И Как-то Все это Рассеялось И До забастовки Мы Увы Но Тоже не дошли Но Все Я к чему Говорю Что Все это Возможно И Действительно Развитие Забастовочной борьбы На сегодняшний день Очень актуально Ну просто Если взять Вот у нас Следующий вопрос Будет Об улучшении условий труда Сейчас Сейчас Вот это Специальная оценка Условий труда Просто Я Как она Происходит Не привлекаются Люди Что в итоге Теряет Работник Теряет Дополнительные Дни к отпуску Теряет Компенсационные Выплаты Но это было Все на законодательном Хотя бы За это То чего Лишает Можно бороться Можно отстаивать Твои права Любое Ну Как сказать Не то что Наше желание А именно Отстаивание Своих прав Ведет К забастовочной Борьбе И я Считаю Что это С вооружения Рабочий класс Не должен снимать Что это Действительно Та мера И как показывает Практика Как говорил Докладчик Что Основная масса Которая Готова Вести Забастовочную Борьбу Как бы Работодатель Не доводит Дело До Самой Забастовки Пугается Когда вот Она Не то что Объявлена А когда он Видит А работодатель Четко видит Когда Народ готов Бастовать Когда он Стоит Плечо к плечу И видит Когда народ Извините Напуган И пятится Назад Вот это Надо Четко понимать И когда Коллектив Действительно Сплоченный Готов Тогда и Забастовку Нужно Проводить Спасибо Пожалуйста Уважаемые товарищи Но Есть Они 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 Досчитались Бойцов То Это Надолго Поселяет Уныние Разочарование И В общем Делает Трудной Дальнейшую Борьбу Поэтому Очень важно Выигрывать Не только Опыт Поражения Но опыт Победы И Вот Сегодня В докладе Олега Анатольевича Прозвучала Как раз Тема Забастовок Которые Оказались Успешными Это Забастовки А 90% Этых Забастовок Связано С невыплатами Заработной Платы Что такое Невыплата Заработной Платы Для Предпринимателя Который Так сказать Ну Он может быть Какие-то Трудности Испытывает Может быть Хочет Как говорится Кинуть Своих Работников Это Путь Получения Так сказать Прибыли Дополнительной Но Для государства Нанимателей Да Для государства Работодателей Вот Факт Невыплата Заработной Платы Он его Не красит В целом И противоречит Государство Государственным Интересам Как коллективного Работодателя В целом И На самом деле В масштабах Экономики Размер Вот этой Невыплаты Небольшой Это всего лишь Один процент От Совокупного Фонда Заработной Платы Три с половиной Миллиарда Рублей Один процент Невыплачивости Понятно Что для каждого Конкретного Человека Который Сидит Без Зарплаты Это Существенно Но Закрыть Этот Дефицит В общем-то Никаких Усилий Особенно Какой-то Сверхнагрузки Не представляет Один процент Немногие Знают Наверное Что Наша Страна Ратифицировала Стоять Третью Конвенцию МОД О защите Трудящихся В случае Неплатежеспособности Предпринимателей Которые Объявляют Приоритетом Выплату Заработной Платы Предпринимателям В том Случае Если у него Есть Недостаток Денежных Средств Значит В соответствии С этим Поскольку Наша Страна Ратифицировала Эту Конвенцию Наше Государство Обязано Внести Поправки Соответственные В гражданское Законодательство В 855 Статью Которая Определяет Очередность Выплат И Приоритетными Сделать Выплаты В соответствии С этой Конвенцией А у нас Есть Как вы знаете Приоритет Международных Документов Над национальными Значит Выплат Соответственно Заработной Платы То есть Это требование По сути дела Уже Выходит На политический Уровень И вот Эти Забастовки Которые Связаны С невыплатой Заработной Платы Которые Заканчиваются Победой Они Должны Вообще Строго Говоря Быть В каждом Случае Невыплаты Заработной Платы И Людей Надо Призывать Активнее Реагировать На невыплату Заработной Платы Не ждать Милости От работодателей А в каждом Вот этом Случа Невыплаты И мало того Что Так сказать Прекращать Работу Но и Об этом Нужно Широко Говорить Это нужно Освещать Потому что Публичность Это то оружие Которое Здесь Работает Я думаю Что если Заострить На этой теме Невыплаты Заработной Платы Можно И Пробить Так сказать Быстрее Подтолкнуть Государство К принятию Соответственных Изменений Покончить С этой Позорной Плат Практикой И выплаты Заработной Платы И Здесь Получается Так сказать И экономическая Победа И победа В политическом Пламе Потому что Там где Так сказать Готово Уже Фактически Да Только Какая-то Определенная Инерция Естественно Государственной Машины Мешает Это сделать Вот Предложение Для деятельности Политических Партий В том числе Поддержать Тех Кто Протестует Против Невыплат Заработной Платы Поднять Это требование На политический Уровень Заставить Нести Соответствующие Изменения И это Будет Та победа Которая Внушит И уверенность И трудящимся В своих силах Ну и кроме Того Не надо Забывать О солидарности Наверняка Все знают Да Так сказать Ну Где-то Для кого-то Это далеко Но есть Рядом Предприятия Бок о бок Стоят Где Извините На одном не выплачивают На другом выплачивают Ну какая-то Должна быть проявлена солидарность Это может быть пикет Одиночный Даже Вплоть до этого Любые формы Солидарности Запрещены Но никто Не запрещает Одиночные пикеты Никто Не запрещает Сбор подписей Так сказать В поддержку Петиции И так далее И здесь Надо проявлять Конечно Солидарность И это будет Та политическая Борьба О которой Мы говорим И вот Даже одержанная Маленькая Победа Она Важнее Чем Сто Больших Поражений Спасибо Поражения Товарищи Вот Мы говорим О перспективах Чего-то Хотелось бы Засвитивание Перспективы Ну в чем Стоят перспективы В том Что Уровень требования Повышается А размах Расширяется Это вся Перспектива С этой точки С этой точки С этой точки Недрения Надо понять Что Собственно Мы можем Как Мы можем Содействовать По содержанию Этой борьбы Какие лозунги Какие требования Поднимает Борьбу на высокий Уровень И Расширяет Ее охват Вот что касается Невыплаты Заводной платы Это очень Животрепещущий Вопрос Действительно Сегодня Большинство Стачек Зает Но сколько Стачек Всего-то Вот Они хоть и есть Но Вообще-то Говоря Относительно Табочего Класса Очень Маленький А хвост Стачек Не борьбой Почему Ну потому Что Это Христа Ради Даже Само Бужуазное Государство Преследует Тех Кто Не выплачивает Заработную Плату Поэтому Конечно Мы Думаем Что И Большую Массу Не получим Но И Больших Фонд Не получим Это Люди Украли Они Стоят Плачут И Плачут И слышат Поэтому Думаю Что Все-таки Перспектива Ставит в том Что Люди Борятся За Высокое Не за То Что Вы Выплачивали Не Выключили Не за То Чтобы Компенсировали Энфляцию То есть Инфлексацию А за Большие Требования И вот Ото Перспективах Мы Когда Говорим И в этом Плане Конечно Вспомним Вот У Дойтеров И опять Я говорил Возвращаемся Вот Сегодняшнюю Повестку 6 часового Рабочего Дня И к Скращению Рабочего Дня Забастовочной Борьбе Имеет значение Ну Во-первых Давайте Вспомним Что сама Забастовка Приостановка Работает Это что Означает Вот Сокращение Рабочего Времени Только По Инициативе Самих Работников Это Раз Второе А вот Надо Сокращать Рабочее Время Вообще До Нуля То есть Мы Полностью Останавливаем Работу И не дай Вообще Уходим С Предприятия И Нас Уже Нет Но Профсоюзной Работы Проводят Собрания Обсуждают Требования Осуществляют Демонстрационные Акты И так Далее То есть Это Отвоевание Свободного Времени Путем Сокращения Рабочего Времени Вот Мне же Интересно Миссылся Достовка Вот Так Ведь Можно Еще Сокращать Рабочее Время А вот Докеры Вы Помните Они Еще Сокращали Рабочее Время Не до Нуля А Сокращали Вспомните Да Это Вот Высший Пилотаж А во-вторых У них Было Время Тем Не Менее Для Того Чтобы Собраться Обсудить А как Они Ведут Свои Коллективные Действия В-третьих Поскольку Они Места Не покидали Рабочие То Туда Нельзя Было Воткать Людей Три Брейхера В тапочках Говорили Какие Тапочки Если Они Только Два Часа Не Работают Это Не Смена Туда Не Лотнешься То Есть Вот Вам Пример Сокращения Рабочего Дня И И Использование Это Сокращение Для Ведения Коллективного Другового Спора И Для Ведения Коллективных Действий Это Чтобы Мы Обдумали А как Наполнить Нам Сокращение Рабочего Дня Так Наполнить Коллективными Действиями Это Не Абстракция Это Прямой Пример Для Этого Требуется Организация Высокого Уровня Высший Пилотаж Но И В Перспективах Ну И Теперь Еще Одно А Шестичасовой Рабочий День С точки Дения Перспективы Вот Нам Рассказывают Тут Бастует Тут Бастует И Надо Бастовать Из Невыплаты Бастовать Из За Что Угодно А Что Мешает А Что Мешает На Сам День Ничего Не Мешает И В Часовой Рабочий День Каждую Забастовку Что В этом Плохого Да Ничего Неплохого И Ничто Не Мешает И Больше Того Если Мы Будем Упираться На Этот Опыт Каждую Забастовку День Если Мы Смотрим Все Известные Забастовки Они Могли Быть По Разному Поводу Уволили Товарищей Если Историю Брать Нашего Рабочего Движения Там Еще Что И Восьми Часовой Рабочий День Что Казалось Недостижим Потому Что Ну как Силам Одного Завода Абуховского Ну как Можно Восьми Часовой Да Никак Не Становится Но Тем Не Бастовали Приучали К мысли Рабочий Плаш Что Надо Выступать Солидарными Действиями Набиваться И Зачем Кончили А В 2013 Году Под Лозунгом Восьми Часового Рабочего Дня Восьми Часового Рабочего Дня По улицам Петербурга Это тоже Перекращение Работы Но Уже Завода Не Хватало Потому Шли Триста Четыреста Тысяч Рабочих Бастовали За Что Восьми Часового Не Только Там Была Еще Политическая Составляющая Но Если Брать На Месяц Требования То Именно Восьми Часовой Рабочий День Вот Что Всех Обеднял Поэтому Если Мы Говорим Перспективы То У нас Будут Миллионы Выступать За Шести Часовой Рабочий День А не За то Чтобы Здесь Выплатить Зарплату Или Индексации Плюс Три Процента Или Если Хотите Зарплату Плюс Пятьдесят Процент Вот С точки Зрения Перспектив Развития Забосновочной Борьбы Лозунг Сокращения Рабочего Дня Об этом Свидет Стоя Часовый Опыт Очень Важен И Наверное Решает Эту Проблем Спасибо